добрый день подписчики и гости моего канала хочу сегодня с вами поговорить о разведении нутрий что мне хочется вам рассказать как развести нутрию от рождения и до года соответственно ее можно держать круглый год сентябрь октябрь время интенсивной подготовки нутрий к зимнему содержанию еще оставшиеся теплые дни осени ну важно завершить и подготовку животноводческих помещений привести в порядок хранилища грубых кормов убрать и уложить на хранение сочная корма законсервировать отходы сада и огорода это на зиму будет хорошая подкорка для маленьких для больших нутрий для самочек которые сидят отдельно и ждут потомство чтобы потомство многих пород животных появилась зимой надо провести случку в первые осенние дни часто применяют так называемое семейное разведение что это значит значит до самца подсаживают три-четыре самочки и самец должен быть не родственником этих самочек но обычно самца заводят купляют вообще на стороне где-то на фермах может на выставках где-то но не с этого потомство надо обновлять кровь такая семья содержится вместе весь год в клетке устанавливают несколько домиков и сотворенных самок не отсаживают и если случить их в сентябре-октябре щенки родятся в январе-феврале и шкурки у них самые хорошие одно только сейчас плохо что они обесценили сейчас шкурки вообще нипочем раньше мы их продавали было время сейчас ну мы просто их выбрасываем такая семья содержится вместе весь год в клетке устанавливают несколько домиков беременность внутри продолжается 128-137 дней эмбрионы извиняюсь наиболее интенсивно растут во второй половине беременности поэтому в это время особенно важно следить за полноценностью рациона перекармливать самочек не нельзя ни в коем случае иначе они могут не разродиться у нас такие случаи были очень болезненно во всяком случае я это переношу во-первых надо ждать три с половиной месяца до пока самочка начнет щенят приводить ну а когда она еще не может разродиться это конечно я принимаю это очень полезно ну при плохом кормлении смертность эмбриона может достигать 30 35 процентов но у нас такого не было а то что закормили самочка не могла разродиться плоды плоды были крупные это было перед чинением домики хорошо надо продезинфицировать помыть а в холодное время года немножко утепляем и внутри замечательно могут перезимовать и щенятка они не замерзнут после щенения смотрите помет уберите если будет мертворожденные ну это не обязательно этого может и не быть часто возникает вопрос как определить щенок родился мертвым или умер по каким-то причинам уже после рождения определить это просто для этого ну необходимо извлечь из трупика легкой и бросить его в сосуд с водой если она плавает значит щенок жил и дышал какое-то время а потом значит умер а если тонет значит родился мертвым если легкая утонула сразу внутри а за одно щенение может принести от 1 до 17 щенят у нас этой зимой приводили нутрия одна привела 7 штук вторая 11 третья 5 штук вот у нас такое количество были случаи когда одна нутрия приводила четырех но они были крупные но падежа в этом году не было чтобы сказать что что-то мы выбросили нутрия того щенята все были живы кстати плодотовитость самки следует учитывать по общему количеству малышей такую самочку понятно что можно оставить и случить сразу же после того как она привела еще раз если кто собирается оставлять но мы обновляем мы самок не оставляем они посидели вырастили потомство и мы их убираем а с малышей затем уже они вырастают выбираем больших хорошего себя показавших самочек и оставляем для продолжения рода количество по общему количеству малышей независимо от того родилась она живыми живыми или мертвыми молодняк внутри родиться хорошо развитым зрячим и опуши опушенным за поэтому они за что я и говорю они зимой не мерзнут живая масса щенят при рождении колеблется от 180 до 280 грамм в зависимости от пола и индивидуальности особей щенки сразу после рождения могут следовать за матерью и даже плавать а в возрасте один-два дня уже пробовать корм взрослых нутрий когда щенкам исполнится 40-50 дней отсадите их и постоянно наблюдайте за поведением ну у нас они просидели с самками два месяца и мы их отсадили сейчас в загородке у нас находятся маленькие щенки женского и мужского пола еще вместе еще мы их не разделяли а самок мы отсадили немножко надо подкормить потому что их высосали сильно ну и дальше на убой у нас идут они агрессивных или слабых зверьков изолируйте или объедините в отдельные группы у нас таких нету у нас все нормальные не было такого чтобы один-второго порвал или самка порвала кого-то но такие случаи бывают учитывая способность нутрий приносить приплод в любое время года практикую две системные системы размножения круглогодичную и сезонную это то что я вам сказала что только нутрия привела ее сразу же можно случить самцом и она будет два месяца сидеть кормить щенят и она уже будет беременна прикладную круглогодичном равномерном размножении получают больше щенков за счет щенения 25 30 процентов взрослых самок и части молодых текущего года рождения высокая щенят такая система позволяет лучше использовать клетки и помещения однако качество летних шкурок несколько хуже нежели зимних ну я же говорю еще сейчас не ценят мы шкурки сейчас вообще выбрасываем при сезонном размножении случают животных с 20 августа по 20 ноября и с 20 февраля по 20 мая но мы случаем сентябрь октябрь и январь февраль они у нас приводят мы случаем раз в году так что я хочу еще вам сказать молодняк получены в первом квартале забивают ноябре декабре чтобы получить крупные полна волосы и шкурки а щенков рожденных в третьем квартале забивают в марте и июне передерживать их до осени нецелесообразно и по такому поводу еще хочу вам сказать что они кушают свекла кукуруза пшеница сено мы заготавливаем летом хорошо трава кушает они все с огорода идет любая трава полностью ничего не перебирается лозу с винограда режем тоже веточки бросаем с вишни из груши если обрезается например небольшие веточки бросаем точат все подряд сейчас они посидят в 4 месяца когда они начнут уже гулять там четыре с половиной месяца мы их отсадим самок отдельно самцов отдельно и отберем сразу самочек таких которые у нас останутся для продолжения рода весом тушки вы уже видели я видео снимала ну это это высмоктанная слабая самочка это в ней было четыре килограмма чистого мяса я считаю что это хорошо если бы мы еще немного подержали до того пока она не привела только только мы бросали их случать она на 2 килограмма было больше 67 килограмм в самке и килограмм 10 12 самца я считаю что это очень хороший результат 8 месяцев вот это самочка приводит посидит щенятами мы их убираем а вообще если держать на мясо 8 месяцев можно резать уже вот такую беседу хотела вас с вами провести хотела рассказать немного о животных мясо я обрезаю могу стушкой складать могу порционно разрезать жир вы видели видео я там снимала жир обрезается мы сильно если даже на жарешку его ложить ну там очень много жира но не очень-то хорошо конечно потом кушать его и жир я обрезаю жир используется и в зажарку и поджарить картошку и даже перекрутить и смолоть в котлеты так что ничего не выбрасывается вот что я вам хотела рассказать спасибо большое всем за внимание спасибо за то что вы заходите в гости за подписки что мы с вами дружим ну и до новых встреч мои дорогие до новых выпусков я по мере возможности стараюсь до всех зайти посмотреть ваши видео лайчик обязательно ну и всего хорошего до новых встреч я думаю в общем вроде бы все рассказала если что вам непонятно пишите в комментариях я буду отвечать на ваши вопросы все всем пока пока спасибо Ну и о Субтитры сделал DimaTorzok